Сейчас мы предоставляем слово поэту и философу Татьяне А что смешного слова поэту? Это совсем не смешно Каждый философ поэт Я как раз начну сразу со стихотворения, специально посвященного Марту Недаром в жизни поэзии ЮНЕС как не было в Марте Март – это такой волшебный месяц Я думаю, это не случайно И Мартовский в катах Нет, ну почему именно Мартовское полнолуние, же самое колдовское Вот поэты, они, значит, собираются в это время В темно-каре уже отыскало теабу И облако стелет удобно на звездном краю И у рука в руках золотую сига И вам, коли Мартовский день ожидают подругу свою Они сольются в сумерках и в предрассветном гре Когда еще не умер, ну да И еще я хотела вам показать Когда собираюсь уже на эти чтения Я заглянула на сайт ЮНЕСКО, под эгидой которого Вот уже много лет проводятся эти чтения всемирные И они в итоге на эти чтения издают антологии И потом электронные видео выставляют на этом сайте И туда вот вошли многие наши, члены нашего союза И я заглянула посмотреть Но сейчас я как раз не об этом хочу рассказать Я там увидела один любопытный такой момент Не знаю, может вам тоже будет интересно Они там выставляют стихи, когда, да Они очень быстро классифицируют Вот они их не так классифицируют, как у нас в России принято там По жанрам, по методу, да, мы больше смотрим А у них именно по содержанию Стихи о любви, стихи о природе Стихи о войне, о национальных меньшинствах Министские стихи, религиозные и так далее Но это немножко странно на русский слов Но в то же время, я думаю, может в этом что-то и есть Вот у Гумилёва была такая статья О классификации читателей Он там пишет о таком типаже Читатель наивный То есть это читатель, который хочет встречать в стихах Просто упоминание о предметах, близких к его сердцу Ищет подтверждение своим мыслям И очень может быть, что это человек влюблён В стихи о любви И вот и американцы с такой американской рецептурностью Прямо видают нас эти стихи, классифицированные по содержанию Ну это так просто к слову Я как раз хочу прочитать стихотворение Там даже так ревидиозные стихи Они ещё разделяются там Католические стихи, протестатские стихи Буквально вот так И там есть такой термин Ну я была перевела как надмерные Ну вот единая религия Ну вот как раз я прочитаю стихотворение Которое я поднесла как раз вот к такему И оно, по-моему, так там и было Такое надмерное Это стихотворение давнее, я часто читаю Эпиграфы к нему служат по флагову Гаусса Вот А есть такой в физике и математике Известный закон распределения Гаусса Который говорит, что чем больше отклонения от среднего Тем оно менее вероятно А соответствующий график имеет вид купола С максимумом на среднем значение Какой-то величине и крайне накрывающего до нуля На бесконечности Вот оно, соответственно, Подновил меня на таком стихотворении Который действительно помогло выражать Мой взгляд в целом Поэтому Рассматривая колокол Глассиана Я вижу, как она прочна и высока Над серединой человеческого клана Где вероятность быть нормальна, велика Я думаю о том, как тяжело, однако На что был дарить на края свою опору На тех, кто вытеснен или отмечен знаком Кто чересчур велик и низок, кто ни в пору Кариотидами, держащими карниз Они подхватывают этот свод недаром Чтобы он не грохнулся на веру земных абсцисс Со звонким апокалиптическим ударом И раз Господь на оба края дарит кладь И отрицательность опора бытия Так не давай же недалеким отрицать Необозримые далекие края Ты видишь там калек на ближних непохожих Святых и палачей у жизни на краю И непонятых творцов Ты им подаришь, Боже, Тобой забытый дом Под лапами в рае Тлеющих яблок запах нетленный Плывет из сердцевины сентября На суперструнах водия Играют полдень или мажор Под давление вселенной И жарко, и тепло, и улыбно немерно Осенний георгий Плывет у порога Еще одна последняя, совсем маленькая Тоже написанная только что И она, кстати, перекликается с тем, Что у Иогансона было написано только что Тоже вот бесы разные пошли Так и называется В чатце тучи Вьется тучи В отремене стенца с Пушкинским Снова бесы небес Перевесы небес Беспокоят бессмертную душу Тучный демон летит Мотным глазом глядит Сыплет снег на застывшую сушу Передо мной такой сборник Литературно-публицистический Под названием Встреча Он выходит уже не первый год И создается по Итогам православного Кинофестиваля Здесь опубликована Проза Геннадия Годовцева Он у нас Всегда присутствует В двух ипостасах И как поэт, и как прозаик Вот Но сегодня мы Хотим услышать Да, он был ряд В первом Срединском Православном фестивале Значит Сегодня у нас, конечно Такой необычный день поэзии Как я понял Он такой Немножко финистический И философский И сказочный И еще и эморитический И поэтому Из всех Я всего этого не знал Что это такое направление Но Все-таки постараюсь И в своих стихах Что-то такое Близкое к этому Отыскать И вот три стихотворения Я не прочту Значит Вот Вы помните В прошлый раз Как раз Вот Наталью Вправо на него Да Вот А мы были И Дима Курилов Выступал со своими Песнями И И вот Одна такая Песня Эта стихотворения Другу художников Желтело небо Словно медь На крышах тени Заплясали А мы Крещеные Мечеть С натуры Красками писали И не для нас Вражда Племен Нам красота Всегда едина Будь тот Рамсец Или Хнатон Или Мухаммед Или Катерина Как жаль Что стало вечерей И изменилось освещение Мы так боялись Не успеть Закончить смелое Твою Нам вправду Стало не с руки Но мы забыли Про все печали Природным козням Вопреки Этюды Все же Дописали Февральское Вот теперь Вот февраль это очень Интересный месяц Но в нем бывает больше Весенних дней Настоящих Чем в марте И поэтому Когда был такой вот весенний день Он был в феврале Вот я вспомнил Строки Пастернака Как раз Такие вот Пессимистические Вы их все знаете Февраль набрать Чем в нем И плакать Да Февральское Ураль теперь называется Мне февраль не докучает И не склонен Плакать я Если солнце Взор ласкает Что мне Плакать Их Геннадий Готовцев Успешно В поэзии и прозе Работает Ксения Родионова Геннадий Готовцев 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 Они были написаны не в этом году Там были апрельсы, а это первая апрельсия Сравнение появилось не само Лежало в подсознании на донышке Весна пришла, собачье дерьмо Под снежниками щелец на солнышке Бушует март, кипит кошачья страсть Метровые сосульки с крыши падают Это ж надо быть такой падлой, чтобы прям в мякову потенечку попасть Наступит май, любовные свирели О нежных чувствах нас оповестят Но сегодня, первый день апреля, мы так живем, как 200 лет назад Сырым сыром, сырым сыром Снега в собачьей сыпи И может это и старо? Нет повода не выпить Коты окопелло, орут, обалделло И кошки им вторят с окошка В томлении душа И естественно тело По этой причине весьма отупело Взираем на попки и ножки Ну прям-таки драма Солидная дама глазами стреляет нахально А в той трамвае задами виляют разлуженно и сексуально Куда мне податься? А может отдаться совсем безумского веселья? Нет лучевый лесочек Подвергнул часочек под нравственной девственной елью Ну дрыгнул под елкой А что в этом толку? Назад по пробитому следу Бегу к электричке дурные привычки Увы, одержали победу Значит, я на Новый год читал кое-что из чукотской тетрадки Но вот хочу еще Раз так вы сегодня немножко хотели пошутить Говорится, письмо с севера Я, приехав туда, получил по электронной почте письмо от одной дамы Которое было направлено не откуда-нибудь, а из Мальдивских островов Прямо водолазная дама С Мальдивских островов, прямо в Анады Не на Кубе и не на Гавайях А в далеком солнечном Анадыре Под соленую китову шкуру Мы сидим в рюмашке подливая Думая, Анады Анады Как бы не набраться, братцы, сдуру На треть круга убежали стрелки И пустеет тара на столе Потому-то кажется все мелким, что осталось на большой земле Ты сейчас, наверное, на Мальдивах В свете солнцеяростного дня Бронзовая дива И не дива, что забудешь грешного меня Ну а я, подняв последнюю кружку С этой самой дальней долготы Выпью за тебя, моя подружка Где ты нынче, с кем флиртуешь ты? И последнее, что я бы хотел прочесть Может быть, уже не совсем смешно Дело в том, что когда я был на Чукотке То была безумно теплая погода В день выбора температура была плюс 1 градус Это 2 декабря На Чукотке это кошмар Правда, гололед и ветер порядка Значит, ну, 800 км в час Все там ехали так спокойно Голосовать удобно Чукотского теперь называется Черный день, как за белые летние ночи расплата Свет уходит немыслимо грустно И траурно рано Серый полок туманов ползает Как грязная вата Дует ветер грибозный С простуженных вод океанов Вот уж нынче зима на Чукотке Все кажется странным Где морозы под сорок Где сколохи дивных сияний Где пургаш на тундру И вроют, как зверь Улыбаются местные Все еще будет, поверь Улетишь ли, а мы зимовать Тогда станем, когда снег в пургу Заметает по самую дверь А сияние, сияние, что ж, дорогой Это, блин, не реклама тебе на Тверской Трубильник у Бога До неба никак не достанет Вот все И замечу еще буквально 2 секунды Они оказались правы Я улетал 19 градусов Через неделю было 39 Все нормально И хочу еще Маленькие объявления хочу сделать 26 марта этого года Вот сейчас Через неделю фактически Около Елоховской церкви На новой конкульте Есть такое Кафе Караоте Кафе Рыбий глаз Там у меня в 7 часов Будет вечер Собственно говоря, я только чектично Буду там основной Будут петь песни Ребята, на моей стороне Вечер так и называется Пою голосами друзей Так что есть кто-то хочет Хочет прийти Телефонный эфир Но хотят прийти 19 часов Я не сообразил Так, еще И большое сообщение Здесь у Юрия Секунду Алло Да, да Это телефонный мост Телефонный мост Да Студия Логос Поздравляет всех присутствующих Со всемирным днем поэзии Ну, вы там тем же самым занимаетесь? Понятно Мы уже на лед Ну что, мы Да Хорошо, мы их растянем Как женские колготки И еще один день сделаем Всем привет Счастливо Талия Кайсарова Водитель студии Логос Да, они все Они тоже читают Пошли круги Да Да Это и ваше Это было сообщение Я прошу Подготовить Вначале Хотел сказать несколько слов О том О чем вы думали Вначале О тех Проектах С которыми Я Фактически Работу Много лет Я тоже Как Союз Литераторов России Всегда придерживался Взгляда Такого Неформатного Взгляда Который Никак не связан С представлениями Руководящих Сотрудников В этой области И именно Поэтому Видимо Как-то Мне повезло Познакомиться С новыми Талантливыми людьми Потому что Они занимаются Своим делом И занимаются Всями Администрированием Админиционной Деятельностью И вот Пишут стихи Пьеса Сочиняют Музыку Картины Рисуют В общем Занимаются Трористом И вот В Денпоэзии Хотелось бы Представлять Несколько слов О этой роли Что ли Которая Постепенно Утрачивается Вот я сейчас Все время Слышу выступления В особенности Молодых авторов Которые Почему-то Взялись Ругать Профетическую роль Поэзию Что Поэт не должен быть Пророком Пушкин пророком Писал еще Дочарин Писал его очень много Вот никак он не должен Не быть таким А он должен быть другим И это просто акции Социально значимые Или незначимые Просто такое акционерство И в это может участвовать Любой человек Ну Действительно Существует акционерство И акции Проводятся Но это ни о каком отношении В поэзии Действительности не имеет Есть развлекательная литература Есть вот такие акции Которые Не перформансы Конечно Если они имеют Какую-то политическую Либо общественную направленность Либо другую Какую-то прагматическую Что-то направленность Дело в том Что поэт Он перенедет Своем произведении Своё творческое состояние И его произведение Является Неким посланием Это напоминает Некоторые сказки Они бывают Русские Бывают международные Это очень многих Народок есть Вот когда Наверное вы слышали Вот когда Девушка роняет Кольцо в колодец Потом прыгает За этим кольцом А потом начинает Где-то идти Там яблоки Она подвяжет Веточки Значит Кому-то Ещё что-то Сделает А вот Для чего Она это делает Это неизвестно Потому что Она не знает Для чего Она это делает Это так После выясняется Что в этом Что-то было Такое Болезное Когда она уже Возвращается От этой Бабы Иги Которой она попала Но она Когда делает Это полезное Дело Казалось бы Совершенно Бескорыстно Она совершенно Ничего не представляет О том Что вот Ей за это что-то будет Попадёт ли она Наград Или ещё Ей заплатят деньги Дадут премию Или наградят Чем-нибудь Каким-нибудь Орденом Грамотой В общем Она делает Это от чистой души Потому что У неё такой склон Вот эта поэта Обоминает Такую девушку Которая Делает что-то Неизвестно что В расчёте На то что Ему самому Вот Он передаёт Своё состояние Творческое И это На самом деле Очень серьезная вещь Потому что Передача творческого состояния Расширяет границы Творческой личности Не только самого поэта Но и того Кто соприкасается С творчеством В какую сторону Расширяет В принципе Не важно Важно Что это происходит Что происходит Факт Вот этого Расширения И в этом Собственно И заключается Профетическое Профетическое Что ли Роль Но это В обществе Вот в этом Расширении Того Что уже Известно Но известно Не как Известно О предметах А вот известно О каком-то Неизвестном Мире Где Существует Сказочное Существо Где существует Добро И прочее Вот не случайно Ира сегодня Сказала Что Март Как-то Соотносится С днем поэзии Я тоже подумал Что по другой причине Потому что Соотносится С днем поэзии Потому что Март Это имя Бога Войны И для того Чтобы уравновесить Вот этот Волитаризм Царящий в мире И эти Волны насилия О которых Мы даже Не вполне имеем Представления Если специально Этим не занимаемся Наверное Именно в это время Оказалось Чтобы Какой-то Баланс Равновесия Нужно было Создать Такие Духовные Что ли Бдения Которые Происходят Во всем мире С подачей ЮНЕСКОЙ Ну вот Значит Способствую Разным проектам Разное время И людям Которые Занимались Творчеством И я сам Им занимался И видел других И я знал Что этим людям Им Собственно Не светит Куда-то там Пробиться Какие-то Сделать Достижения В смысле Официозного Потому что Они просто Не могут Этим заниматься У них нет Для этого Ни времени Нежелания Невозможности Они не понимают Как это делается Как правило За этим Очень исключительно Но такие Поэты Как Болтушатис Который был Дипломатическим Представителем Сейчас Прекрасный дом Болтушатиса Который тоже Очень много Делал Для русской Литературы В течение Неских Лет Но как Болтушатис Там Болтушатис Дипломатом Он Нарушает Все Дипломатические Правила Очень много Полезных Делал Просто Для поэзии Которые В это время Жили и работали Так вот Это встречается Редко И Мое Собственное Желание Заключалось В том Чтобы Как-то Организовать Вокруг себя Интересную Для меня Жизнь Потому что Если Встречаешься С неинтересными Людями То жизнь Сама по себе Становится Пресной Неинтересная Если Люди Интересные То Тогда Самому Себе Рисуется Совершенно Другое Внутри Себя И вот Были Всякие Неформальные Объединения А потом Когда началась Нестройка Оказалось Что Все Люди Думали Вот Это Иерархия Советская Что Можно Обязательно Туда Скупить Потом Туда Подняться А потом Оказаться Вот Там И Все Как-то Негативные И Позитивные Они Участвовали Вот В этом Сознании Что Того Что Вот Так Должно Даже Те Кто Отрицали Диссиденты Они Все Диссиденты Это Тоже Тот Который Понимает Что Оно Есть И Я К А Потом Когда Началась Пристройка Другу Казалось Пожалуйста Спеши И Тебя Никто Не Читает И Даже Если Издают То И Сейчас Все Грустят О том Что Нет Нет Общественной Среды Нет Только Друг Друг И Собственно Говоря В этом Нет Ничего Плохого То Что Мы Общаемся Друг 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 Это На Друг Даже Очень Хорошо Что Есть Люди Которые Могут Друг Друг Общаться На Таком Уровне И И И И Совсем Не Обязательно Чтобы Народ Строен Дритами И Все Пошли Куда За Например Андрей Горячий Вознесенский Который Сейчас Выступил В интернете Сейчас Все Обсуждают Вот Поэта Власть Эту Тему И Написал Что К нему Приходит Публика К другим Никому Не Приходит Но Он Думает Что Теперь Поэты Все Находятся В интернете И Поэтому Он Решил Написать Поэму Про Интернет Это Конечно С его Стороны Это Как Такой Жест Для Публики Но Очень Мало У меня Есть Убеждения В том Что Люди Которые Приходят Чтение Действительно Что-то В этом Понимают Потому Что Все Так Книга Она Требует Не Выступления Она Требует Чтения Вдумчивого Чтения Она Требует Человека Который Это Дело Любит Их Не Может Быть Много Ведь Поэтов Стало Много Но И У Читателей Стало Немного Чем Больше Поэтов Тем Меньше Читателей Это Это Нормальная Закономерность И Собственно Говоря Тут Не о чем Жалить И Не о чем Устаниться Вот Оказалось Публики Нет Но В это Самое Время Стали Завиваться Журнал Я Сотрудничал С Несскими Журналами И Сейчас Сотрудничаю С Двумя Вот О них Я хотел Совет Вослов Значит Один Из Журнал Это Называется Рефлект Журнал Издается В Чикаго Русским Поэтом Рафаэлю Левчин Значит Он Издается Около Десяти Лет Он Издавался На Русском Английском Еще В каких То Языках Теперь Издается Только Сучит На Русском Языке Это Проект Очень Не характерный Для Западной Литературы Но Наполненный Исключительно Воскресной Литературой Которая Публикуется Там Со Всего С Мира Со Всего Мира Значит И Желающие Могут Конечно Туда Обратиться И Если Кому-то Нужно Будет Я могу Дать Адрес Редакции И Среди И Подавляться В интернете С Поэтом А после Этого Значит Там Выбекуются Исключительно Произведения Высокого Художественного Уборга Вне Зависимости От Того Где Когда И Кем Они 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 Ну И сразу Дает Такое Согласие Значит Это Небольшого Тиража Журнал Который Представлен Практически Во всех Крупных Университетах Мира Где Изучают Слоистика Значит Другой Проект С которым Я Созван Еще Это Журнал Крещатик Так Названный По Тому Что Редактор И Те Люди Когда Они Были Эмигрантами Из Киева Но Издавали Русский Журнал Который Из Люпик Своему Родному Городу Они Двухсот Страничный Такой Регулярно Выходящий Раз Квартал Сейчас Готовится Майский Номер Уже В течении Многих Лет И Тот И Другой Журнал Представили Сотни Авторов Которые Не имели Другой Возможности Выставить В репуту И Доступны Для Оба Журнала Доступны Для Публикации Если Я являюсь Их Представителем И Средактором И Если Кто-то Желает Николас Пожалуйста Представляете Текст Ну И Вознаменование Значит Тоже Из Подвольте Этого Парши Парши Стих Из Прошлого Цветов Из Детских Нек Осталось Только Поле Снег Да Снег Слепящий Снег И Музыка Подъемки Не Скрикнут Дверь Не Проблемят Ключи И Вспыхнет Свет Ни Лапки Ни Слепчей Не Прозвучит Ребенка Голос Ломки Есть У распада Правильный Закон Еще Над полем Высятся Перо Но Нет Уже Следа Былой Дороги Торчат Обломки Статуй И Колон Но Растворился В воздухе Пилон И Жертвенник Себе Вернули Боги И Дремлет Пруд В естественной Броне И В нем Лежит Офелия На дне Но Некому Поведать Эту Тайну Я Не Знаю Жив Я Или Нет Но Ведь Не Жив Коль Оставляю Свет И С Прошлым Сам В себе Делюсь Свет И Как Живой Я Говорю Прости Траве Густой Которой Не Расти И Птицы Что Дождем Не Захребнутся Но И Меня Подхватывает Сон И Бережно Несет На небо В порядке Экспериментов Которые Начинающие С Алитерации Девять Дерственных Ведьм Поведут Из-под Свода Когда Вздрогнут Дурача С дождин Комедон Ведьмы Держат По блюду Душистого Мёда Пряча Яд Или Ладан Другую Ладонь Там Ведует Медведь Через Медь Даден Распадает Садант Наведенья Аида Отдает Себя Демон Дева Обида И беда Забредает Бездонный Эдем И в долине Где идолы Диких Колод Догоняют Ландо Одинокого Кедра Девять Девственных Ведьм Поджигают Восход И гудят Безнадежная Дымная Недра В жидких Дебрях Худых И в садах Орхидей Стал Медленных Дат Водит Дервиш И дудка И сидит Над Шарадой Задумавшись Будда Разделена От судьбы И людей Спасибо Особенность Нашего Союза Что К нам Вступает Молодых Авторов Действительно Молодых В возрасте Восемнадцати Восемнадцати Двадцати Пяти Лет Не так Как принято Обычно В творческих Союзах Молодыми Называются Те Кому В районе Сорока Такая Практика Печальная Существует Но к нам Она не Относится И вот Один из Таких Молодых Авторов Это Алексей Двукс Ну Он У нас Прозар Когда Еще Суды Не Удивай Ну Да Так Ну А раз Резья Шла Молодежь То Вот Извините Пожалуйста Молодача Проскоп Вы тоже Из группы Падал Да Да Ну Я просто Почитаю Ну Просто Читаем Ну Просто Нахливаем Приди Минуты Приди Мутно Постели Пронослые Серых Осенних Туч Проснулся И Долго Ворочались Греет Тусклое Кофе С вареньем Смородины Черное Радость Сочится Сквозь Стылое Тело Слова Возникают Из музыки Ветра В болоте Болезни Уютно Дель В черном бархате звездные перья парят, падая, переливаясь бликами в бездну. Перламутр луны голубой льет кисель, зеркала восхищенные, скал, озер, льда. На вершине всю ночь молчаливо белый, застыл император, светочка мажевельника. Как раз весеннее. Белое небо, герила весеннее, пышет на землю жару и вознесение. Поет медом до изнеможения, и будет светлости, глава, окружения. В яви храма звука изображения, океане свое отражение. Струй фон источает невденье, тень тасующего наваждения. Тонит мигов изверху вружения, миг осыпалось вида поражения. Кинут выглубь, испив прояснение, ставил гонт елейт наслаждения. Очи голоса цели свечения, след лишь вся конструктивность видения. Письменами бредового зрения, шли со зыбким теням оплачения. Плохо сел в ложе обыкновения, пьяным символом стихотворения. Веют легкость и зной в вознесении. Белое небо, герила весеннее. Ну и последнее стихотворение, рождественское. Снежный, тихий, невесомый, тайный, радостный, несомый. Молчаливо, сели, сели, танец призрачной затеи. В мягком холоде густом, в бледном куполе пустом. Чуден праздничный покров. Небо, нежное создание, устилает мироздание. Легким пледом, облаком. Так на землю сходит Бог. Мы в совершении нашей встречи вы услышите стихи... А, спасибо. Я вас всех разую. Алло. Так, вот. Сейчас мы услышим стихи наших председателей нашего союза, поэта, автора, ряд книг стихотворений, еще больше переводов, Дмитрия Тесенчуга. У нас, суд по всему, образуется германское отделение. Может быть, даже как Юра и Цо. Они выпускают какого-то монаха. Средиземье. Руководит же у них Анатолий Кубник. Но они все в разных городах живут. Вы знаете, что у нас друг Шапира, живущий в Берлине, такой постоянный член нашего союза. Вот. Но я думаю, они договорятся друг с другом. Вот, что они выбрали для напечатания. Я прочту одно стихотворение, оно на две страницы. Уважение номер один. Как вам интересно, я кончал физфакт. У нас много физиков. Здесь. Не испугайтесь. В утробе матери укроюсь. По месту жительства устроюсь. Взяв ксиды для и оплода. Пускай сжигают города, неспосланные людям слова. А в низком житии цифи. Не возвращусь на землю снова. Пить из пакетика кефир. И кукиш кренделя жевать. С конспектом шляюсь по физфаку. Как в люмку. Лягу на кровать. Читая курс по зодиаку. В кроватке. С грифельной доской. Любил лежать. Балдея пушкой. Диван присягал. Толстой. Листа. Для старушки. Замыслив казнь от топора. Кушает кутистку. Дистаневский. Ты в карты. Загляни тороп. Выйдь на Кузнецкий мост. На Невский проспект. Над шляпами толпы. Порядь, как ангелы желания. Раздвинув локти. Лезть ступы. Упрямству. В лоно мироздания. И скрупулезно изучать. Созвездие. Сад и скорпиона. Диван. Твоих пружин. Печать для ягодиц. И нет закона. Такого. Чтобы оттест твой. Декретом власти. Дозволяли. Где сыщется такой крутой. Чтобы за имя и лояль. Взять сочинителя петах. Он свой шевел. Отдаст за так. В утробе матери. Когда. Народ в сердцах не матерился. Сжигал слово города. Бывало. Демиурт ярился. Под корень. Столько царств извел. Свой рик. Уподавляя звуку. Покуда мат не изобрел. Факт. В устав вложив на уху. В утробе матери. Вот факт. С которым трудно примириться. Затеяв с выгодой контракт. Изворил. В старых. Усобийца. Все. Встало на свои места. Разбились кто успел на пары. Владицы стали из листа. Карты Таро читают. Про чары и смерти. Первопричину звезд. На небесах не замечают. Вот разве что. Кузнецкий мост. С его брусчаткой. Допещали. Стрельцов. Созвездим стрельца. Неспосланный. Как пустой. Уклад. Отдели отца. Все остальное. Зло пустое. В утробе матери своей. Был русским. Немец и еврей. Вот где она. Твоя утроба. Любовь к отеческим гробам. Служи. Поглядывая в оба. А что не так. Дай по губам. Верни устоем смысл слову. И фарисей в веках мух. Уклад. Поставь впервоснову. И если станешь нищий дух. Блажен рабом нищий дух. А кто знал лишь по слуху. Наташа, руководитель этой сертифи. И, как я уже говорила, руководитель садин. Спасибо. Я прочитаю один о весне, один о будущем и два, собственно, о поэзии. Что мы здесь собрались. Март на даче. Никого. Ничего. Свежий воздух лотай. Голова твоя солнцем согрета. Снег погладь, как кота. От любви отдыхай. От правителей. От интернета. Только ветер не заплыл. Не ставит спеша. Позабытую книгу беседки. Только Хармс, превратившись в больного чижа, Задремал на баллонной ветке. Вот о поэзии, кстати, недавно юбилей отмечают. Классика детской литературы. Да? Вот такой, коротенький строчек. Читает моя дочка дядю Степу. И пухлыми губами шевелит. Как Марилин Монро над книгой Кангса. На планете еще молодой динозавры завязли в болоте. Но всевышний их видит останки. На прохладной музейной витрине. Так и наши смиренные кости. Будут тихо велеть за стеклом. И глаза неизвестных существ. С любопытством на них глядят. Ну и последнее, собственно, посвящается всем. Посвящается поэту поэтическому братству. Да, все кончается до срока. Над бедной родиной моей. Самозабвенно и жестоко. Поет паслий и соловей. Его заслушаемся тревью. И в ожидании зимы одной. Кроме сошемельбы. Той, из которой вышли мы. Но зимы мы ждать не будем. Потому что наступила весна. И время поэзии. Спасибо. Ну, так как еще остается полчаса до мастер-класса астролога и литературы, мы попросили по руководителя мастер-класса. Не полчаса, а девятнадцать минут. Двенадцать минут, да? Но... Но... Какой вы работаете рукой? Федя, дело в том, что это коррективная молитва. Поэтому мы просим Александра Петровича Сынева и Федю Филиппова зачитать. Сам почетать. Я буду работать. Я отвечаю, послушаю вас. Он стесняется. Не, ну... Это все идет... Телевизионная программа раз, а во-вторых это все публикуется. Поэтому любой стихотворитель. Я, как всегда. Ночь, как всегда, заходит стыд. Запел к соломушку в кустах, ты в ожидании застыла, а я застыл за проскотом. Стоим и слушаем рубашку. Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. Мне лично ничего не надо. Тебе хоть надо, но чуть-чуть. Ну, наглядит о фонарел. Мордают звезды, как сосна. О чем-то с елочкой не смело тихонько шепчется сосна. Озон струнится, звуки тают. В реке головы скользит по дну. И быстро время пролетает. Жаль, что он всегда в одну. Я его очень помню. А может, я не помню. Вышел раз поэт к народу и спросил народ поэт. Поэтическому роду где почтение прежних лет? Или больше на поэте не лежит таланта знак? А народ ему ответил. Помолчал. Сам город. Жень. Большая. Стеклянная призма. Я внутри, разнорочен, говоря языком оптимизма, неосознанное естество. Я понять эту тайну пытаюсь, посылаю сознание в заряд. Но на стенке вся настыкаясь, может, посыл пролежает назад. И в растерянности перед вечным недоступным простому уму Остаюсь я таким человечным, что порой себя жаль самому. Когда Господь из серой гривы меня впервые сотворил, Орлиный глаз и ум змеиный он мне на выбор предложил. Но от пронзительного взгляда, нет, от пронзительного глаза И слишком тонкого ума отрек себя, как от заразы, А черный разум не жил. Хоть взглядом я не проникаю в глубины тайные насквозь, Но зрение мне не изменяет и не имеет впредь. А что ты мозговых извилин, они со зрением в ладу, Где ум не тонкий мой бессилен, но то и глаза не кладу. Пусть, что утратил в данном смысле, точнее сказать, не приобрел, Но я царев природы чистуюсь, а не змею. Идеально. А еще раньше он был вместе с Толей Говлимой, Но спектр, он был руководителем... Но это исторические группы. Ну да, потом на них долго много работают, Чтоб исправить недостатки. Как тот рыбак, что слово знает, когда в округе не клюет, А он таскает и таскает волшебных рыбин в свой череп. Соседи будто бы не видят, но с черной завистью следят. В душе счастливца ненавидят, а он таскает все подряд. Кто за корягу снасть зацепит, кто с помпой вытащит малька, А он опять приводит в трепет волшебным счастьем рыбака. И ты, поэт, среди безданных, И знаешь, где, на что и как ловить метафа лучезанных. Удачи, посрами, Исаак. А можно, Наталья, спасибо. Мы, наверное, уже надоели с донором Александру Петровичу Сырову с этой просьбой, но есть у него замечательное стихотворение. Потому что каждому поэту хочется увидеть свое произведение напечатанное. У него есть такое... Это такое стихотворение предупреждения напечатанное. Напечатайте мне. Нет, дело в том, что я не помню своего... Он не перерабатывает сейчас. А он перерабатывает, он так, но зачитает. В духе времени. Правильно, на такое время. Все, да? Ну, я хочу сказать, что мы закончили сегодняшнее чтение, но нужно собрать материал. Вот я предлагаю вот такую схему. Значит, к руководению Падмама, они все отсылают, он его хочет, а он ее скажет, если кто-то не знает. Хотел попросить Береслава предоставить свой мейл для сборных предалов. Сможешь тогда или написать, нарисовать? Ну, давай-то обрисуем. Федя, значит, если вы продолжите сегодня чтение, да, просто перед началом занятия, то все, кто сегодня читал в день вот такой всемирной молитвы поэтической, мы тоже включим. Нет, ну, мы вас тоже включаем, естественно, в общий замысел, в котором мы участвуем в 2001 году. Ну что, всем спасибо, особо спасибо живому телевидению. Надеемся, что это пригодится. Какое обстоятельство? Живой живой видень, это единственная. Видень, это единственная. А где у нас, 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 где у нас. Нет, здесь, где у нас. Я хочу прямо. Слушаю.